Подготовка к 9-й летней спартакиаде у спортсменов была долгой и упорной. И вот уже звучат приветственные слова во время ее открытия. Мы очень благодарны Федерации России по бадминтону, Министерству спорта Московской области, о том, что город Райминск выбран над этой площадкой. И это по праву, потому что те условия, которые созданы у нас в городе Райминске, именно для бадминтона они очень хороши и здесь тренируются наши сборники. Участников включает тренерский состав более 200 человек. Сюда приехали сильнейшие спортсмены со всей России. Сначала они прошли предварительный отбор у себя в округе, теперь здесь им предстоит завоевывать право называться сильнейшей. Итого набралось 23 команды со всех концов от Приморья, от Дальнего Востока до Воронежской области и от Архангельской области до Севастополя и Кавказа. Персонально сюда приглашены команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Бадминтон набирает популярность у молодежи. Бадминтон – это вид спорта, который гармонично развивает в человеке все, ум, надо думать. Если не думаешь, игроком ты не будешь. Физику, физически здоровые, крепкие, не только борцы крепкие, бадминтонисты никому не уступают. Гармоничные по своему строению, красивые дети, очень культурный вид спорта. Участие в спартакиаде – дело ответственное. Тренеры и спортсмены понимают всю важность этого старта. У нас в области развивает 115 видов спорта. Поверьте, ну бадминтон один из, будем говорить так, из них. Я, чтобы не бежать остальные виды спорта, скажу, что мы все развиваем одинаково. Есть что-то немножко побольше, что-то поменьше. Есть базовые виды спорта, которых у нас 41 в Московской области. Им больше внимания уделяется. Бадминтон ходит в их число. Поэтому мы за развитие спорта и постараемся создать условия для населения, чтобы они смогли реализовать свои желания по занятиям спорта. Мы вообще являемся признанным центром бадминтона Российской Федерации. И одной из лучших площадок в Европе и на уровне мира нас признают руководители мировых федераций бадминтона. Здесь умеем создать вот эту атмосферу. Когда люди сюда приходят, им хочется здесь находиться. И когда они отсюда уезжают, они считают дни, когда им сюда вернуться. Все участники отмечают достойный уровень приема и организацию проведения соревнований в Раменском. Прекрасный дворец спорта, который приспособлен для проведения соревнований по бадминтону самого высокого уровня. Мы здесь проводили и отборочный чемпионат Европы, и чемпионат мира среди студентов. Если вы помните, здесь тоже проводили. Во-вторых, создана инфраструктура для проживания и питания спортсменов. Рядом находится сок Сатурн, который позволяет предоставлять эти услуги на самом высоком уровне. И все это вкупе дает нам возможность сделать эту площадку одной из центральных для проведения соревнований по бадминтону. Вообще черта Раменского быть впереди, значит, все делать как по-настоящему. И как Владимир Федорович всегда говорит, если не мы, то кто же. Ну а мне, как говорится, было бы очень неприятно делать по-другому, потому что все-таки с основания здесь и с первых соревнований мы получили международную признательность. И постоянно держим планку на уровне не просто хорошо, а превосходно, отлично. Любовь к спорту у молодого поколения растет. Доказательство тому – количество соревнований, которые проходят на территории нашего города. Спорт вообще выходит на главенствующие роли. И по указу президента мы должны 55% населения обеспечить, я не говорю, что мы должны их заставить заниматься, я говорю обеспечить им условия для занятий, потому что желание у людей есть этим заниматься. Нужно создать определенную инфраструктуру для этих занятий. Дать инструкторов в парке, дать инструкторов в школы, в фоки, которые будут заниматься с нашим населением. Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Ольга Захваткина. Для программы «Градские вести». Дальше.